Великие женщины 20 века в стиле граффити. В Бердске открылась выставка художника Андрея Кукшева. В серии работ собраны портреты знаменитых российских женщин прошлого века. Актрис, балерин и писательниц. Татьяна Кузнецова и Дмитрий Ефремов одними из первых побывали на выставке. Мэрлин Монро – это банально, считает молодой художник Андрей Кукшев. Людмила Гурченко, Майя Плесецкая и Анна Ахматова. В черно-белых портретах легко угадываются черты самых выдающихся женщин советской эпохи. Каждая из них – это эталон красоты и женственности, который не знает времен и границ. Еще одна отличительная черта работ Андрея Кукшева – стиль поп-арт и необычная техника. Сама техника выполнения – это смешение, ну можно сказать, граффити техники и классической картины. Граффити техника, потому что вы ранее уже… Да, да, потому что я занимался граффити, а сейчас идет такая тенденция, что граффити приходит со стен в выставочные залы, на холсты, на картины. И вот эта выставка – это моя попытка такая, так сказать, переноса искусства. Все картины выполнены граффити краской и аэрозолями. Кистью прорабатывались мелкие детали. Месяц ушел на разработку эскизов, еще два – на воплощение идей на холсте. Помимо монохрома, в каждую картину добавлен цвет. Так, по словам автора, он подчеркнул индивидуальность каждого персонажа. Работы поражают своей оригинальностью, удивляют, потому что просто иногда даже не думаешь, что так можно несколькими мазками черно-белыми создать такой портрет и такое попадание, что мы узнаем этих людей, несмотря даже на бирочки. В общем, мне очень понравилось. Очень интересно, ново и прекрасно, когда наша молодежь вот так ищет что-то, находит что-то оригинальное и работает. За плечами молодого художника внушительный послужной список. Более 10 лет расписывает уличные стены и внутренние помещения. Следующий масштабный проект – Бердская молодежная школа граффити, где Андрей будет проводить мастер-классы. Итоговой работой преподавателей и учеников станет большая картина на торце здания по адресу Островского, 1Б. Подарок Бердску на предстоящий день города.